Всем привет! Сегодня небольшой обзор такой симпатичной антенны Wi-Fi UbiCuty Lightbeam M5 23 дБ. Компания UbiCuty американская компания, которая тем не менее делает сравнительно бюджетные и недорогие вещи, которые работают исходя из нашей практики довольно таки надежно, долго и хорошо. Посмотрим, что находится внутри этой маленькой коробочки. Основание антенны, собственно сама антенна. Сейчас мы все выложим и будем показывать, как она собирается. Кронштейн, хомут для крепления на трубу, шнур питания с такой вот видите разъемом интересным и поя инжектор. Также здесь есть такие всякие небольшие книжечки и три части отражающего рефлектора антенны. Сейчас попытаемся все это дело быстренько собрать и показать, как она будет выглядеть в работе. Вот мы собрали рефлектор. Для укрепления этих пластин есть еще такие вот разъемы для небольших метизов. Здесь положили всего лишь такие два небольших винтика на четыре отверстия. Мы их вкручивать не будем, но, видать, производители решили, что по одному хватит. На заднюю часть нашего рефлектора устанавливается это основание. Обязательно должно все защелкнуться, слышали щелчки. В переднюю часть мы вставляем собственно наше все устройство. Также до щелчка. И сзади мы берем наш кронштейн и накручиваем его на определенную визу. И уже потом, когда будете устанавливать эту антенну, а мы рекомендуем взять какую-нибудь там трубу металлическую, да даже можно пластиковую, уже с помощью вот этого хомута мы крепимся в данной трубе. Вот, в принципе, антенна так выглядит в сборе. Весит она немного, меньше килограмма. ТТХ говорят, что 75-750 грамм. Кроме того, у нас есть разъем для Ethernet. И сюда мы потом с помощью инжектора. Вы можете использовать как инжектор заводской, который идет в этой антенне. Обратите внимание, он 24-х вольтовый. Также можете использовать сторонние ПОИ-коммутаторы. Циско, Ubiquity тот же, только нужно высадить 24 вольта обязательно. Что там еще у нас есть? Утепа, ТП-линки и прочее, прочее, прочее. То есть, я думаю, что данная антенна будет работать со многими коммутаторами с их ПОИ-питанием. Если вдруг что-то не пойдет, у вас всегда есть под рукой инжектор, который вы спокойно включаете. 220 вольт. Кабель LAN вы включаете в коммутатор не ПОИ-вский. Патч-кордом в ПОИ-включаете сюда. Давайте попробуем запустить нашу антенну, чтобы посмотрели, что с ней будет происходить. Вот мы взяли наш коммутатор Ubiquity, подключили его, 24 вольта, и наша антенна запустилась. Вот, у нас есть средиодная индикация, включение, Wi-Fi сигнал и настройка по углам. Сейчас, конечно, это все не видно, но в более-менее такой темной местности, по светодиодам, даже можно будет настроить обзор антенны и направление на другую антенну. Вот, в принципе, все, что касается внешнего вида. Антенна, как я уже сказал, она очень легкая. При этом, рефлектор металлический. Сама антенна пластиковая. Очень внимательно крепите ее к трубе Экстол, будет тому подобное. Потому что из-за рефлектора будет у нее такая очень серьезная парусность. На практике ветер часто разворачивал нашу антенну в какую-то определенную сторону. И мы теряли сигнал от другой антенны. Поэтому обращаем внимание на ее крепление к трубе к какому-то основанию. Что касается воды. Вода сюда попасть может очень сложно. Если вы правильно повесите антенну вниз разъемом Ethernet и закройте крышкой. Некоторые, конечно, могут еще заделывать ее каким-то силиконом или какой-то замазкой. Но я считаю, это лишнее. Если антенна установлена правильно, чисто вертикально вниз и закрыта эта крышка, туда вода попасть не сможет никак. Что касается характеристик нашей антенны. Тут ничего нету сверхъестественного. Скорость пропускания до 150 Мбит в секунду. Что довольно-таки прилично для такой маленькой и недорогой антенны. Усиление 25 дБ мВт. Нам-то ничем не говорит. Если перевести в обычные мВт, то получается мощность передатчика около 300 мВт. Угол обзора по азимуту 10 градусов. Но я вам не рекомендую не играться в пределах этого угла. А всегда настраивать антенну на максимум возможного угла на другую антенну или другое устройство Wi-Fi. Частота рабочая 5 ГГц. Поэтому, если вы захотите подключиться к ней тем же мобильным телефоном или каким-то другим более древним устройством, то не факт, что вы в этом диапазоне сможете к ней подсоединиться. Ну и использовать мы рекомендуем эту антенну в связке в качестве моста с другими антеннами YubiCuty. Мы, конечно, делали соединения с другими антеннами, микротик, там еще какие-то. Но работали они нестабильно. И все-таки от разных производителей мосты работать будут у вас с проблемами и ошибками. Вот. Ну, больше информации по характеристикам можете посмотреть на этом слайдике. Ничего из такого нет сверхъестественного. Ну, а дальше мы перейдем к настройке самой антенны и к первому ее запуску. Итак, мы включили нашу антенну к себе к ноутбоку. Запустили такую утилитку, есть небольшая YubiCuty Discovery. И вот сразу мы увидели по дефолтному адресу 192.168.1.20 нашу антенну. Lightbeam 5. Практически у всех устройств YubiCuty адрес по умолчанию такой. Зашли мы на нашу камеру, поставили юзернейм новый, пароль, выбрали страну. Сразу же нам говорит о том, что имя и пароль очень слабенькие. Мы пока это пропустим. И что мы видим на первой вкладочке? Модель, имя, соответствующий режим работы, bridge, station. У нас есть уже созданный сид, называемый UBNT, без какого-либо пароля. И канал, по которому эта антенна работает. В данном случае стоит у нас частота динамическая, поэтому частота периодически меняется. Ширина канала 20 МГц. То есть всеми этими настройками вы можете играться для того, чтобы увеличивать дальность работы этой антенны. У нас на практике эта антенна спокойно добивает до 10 километров прямой видимости до другой антенны такого же типа. То есть у вас, даже не знаю, для чего еще можно использоваться на такие большие расстояния. Здесь мы видим MAC, по Wi-Fi MAC и по LAN. Они, как видите, отличаются. То есть здесь у нас в устройстве две сетевые карты, соответственно, два разных MAC-адреса. Дальше. Вкладка Wireless. Происходят все настройки нашей антенны. Мы можем поставить здесь как станцию, которая будет принимать сигналы другого точки доступа, access point. Или поставить режим access point. И уже эта антенна будет являться основополагающей для работы других антенн. И также мы можем поставить эту антенну в режиме репитера. То есть она ловит сигнал, Wi-Fi и передает ее дальше. В данном направлении. Настройка сида. Мы здесь просто можем зайти в настройки и пытаться словить какой-то сид в режиме станции. Словить, подключиться к нему и работать дальше. В Networking Vista можете поменять сетевые настройки. Поставить адрес статический или динамический. То есть дефолтный адрес сида можете поменять на какой-то другой. И использовать его в вашей работе. С те же режимы работы сети. Мост, роутер, SOHO роутер. В Advanced настройках. Здесь также можете вы играться. С усилением, с дальностью и с другими режимами работы. В Services вкладке. Вы можете настроить ping watchdog. В случае когда антенна будет пропадать. Будет у вас она автоматически перезапускаться. Здесь же настроить можете с NMP, CCH. Веб-сервер. Он у нас сейчас включенный. Если бы он был выключен, мы бы сюда не зашли бы через браузер протокола HTTP. Тут же также можно включить и отключить Телнет. И включить Device Discovery. С помощью чего мы обнаружили нашу антенну по этой утилите. Системные настройки. Версия прошивки. Название камеры. Название устройства. Временная зона. Выставите, какая вам нужна. Здесь же у нас имя администратора. Плагин. И в этой вкладке вы можете перегрузить устройство. Сделать бэкап этого устройства. Или полностью просят на заводские настройки. Это все у нас дело называется AirOS. То есть вы не ковыряетесь ни в командной строке. Ни в ком-нибудь сложном меню типа микротика. Все сделано в такой хорошей среде для обычного пользователя. Здесь же есть небольшие такие утилиты. Которые вы можете проверять. Всякие сетевые настройки. Искать другие антенны в сети. И пользоваться разными другими вещами. Вот, например, Discovery. По которому вы можете найти все Ubiquity устройства в вашей сети. Ну, как видите, сейчас у нас только одна антенна. Здесь вы можете пропинговать какое-то устройство. И построить трассу. Сделать спид-тест. То есть такие модные утилитки маленькие. Которые когда-никогда помогут вам. Здесь все просто. Еще раз. Устройство очень хорошее. Надежное. Бюджетное. На практике часто мы его используем. Поэтому можем только рекомендовать вам. Работать с ними. Для небольших таких передач по сигналам. На расстоянии. Рекомендуем использовать расстояние максимум до 50 километров. И не нагружать сетку 150 мегабайтами в секунду. Как указано в ТТХ. А делать хотя бы до 80 до 100. Чтобы у вас канал не сильно забивался. Все. Спасибо за внимание. До свидания.